Центр культуры и искусства Джин Талатино – первое в Молдове культурное учреждение, которое будет использовать возобновляемые источники энергии. На крыше здания установлена фотоэлектрическая станция, это более 200 солнечных панелей. В год они будут вырабатывать 120 мегаватт экологической энергии в час, что должно полностью обеспечить энергопотребности центра, считают эксперты. Министерство культуры оплатило 50% стоимости этого проекта, то есть 1 миллион леев. Но самое важное не его стоимость, а ценность, заявил Сергей Продан. Сегодня, когда энергия – самый дорогой ресурс из всех, который мы потребляем, использование зелёной энергии означает освобождение от всех оков. В случае Джин Талатино объём энергии, который будет вырабатываться, покроет практически все потребности культурного центра. Джин Талатино – первое в стране учреждение культуры, получившее такую станцию. Благодаря этому, по словам директора центра, удастся сэкономить средства, которые впоследствии будут инвестированы в различные проекты. С сегодняшнего дня солнце будет согревать культуру в этом центре культуры и искусства. Мы надеемся, что это первый и очень важный шаг и для многих других учреждений искусства в Республике Молдова. Давайте максимально использовать солнечную энергию, чтобы добиваться успеха и реализовывать важные проекты. В мероприятии принял участие госсекретарь Министерства инфраструктуры. Он рассказал о преимуществах солнечной фотоэлектрической станции и заявил, что в будущем подобные проекты будут реализованы и в других госучреждениях. Это хорошая возможность также подчеркнуть преимущества возобновляемых источников энергии, которые способствуют и сокращению выбросов парниковых газов. А это является важным международным обязательством нашей страны в отношении Конвенции ООН о безменении климата. Проект поддержал и посол Китайской народной республики в Молдове. Он заявил, что Китай открыт для обмена опытом, как в области работы с возобновляемыми источниками энергии, так и в области культуры. Китайская сторона готова расширять и изучать возможности сотрудничества с Республикой Молдова в области проектов по зеленой и возобновляемой энергии. Мы видим, что этот проект был реализован в Центре искусства и культуры, и мы также хотим выразить готовность Китая продолжать сотрудничать с Республикой Молдова в области культуры. Стоимость проекта, в рамках которого на крыше учреждения было установлено 220 фотоэлектрических панелей, оценивается в более чем 2 миллиона леев. Финансирование предоставили Министерство культуры Молдовы и Всемирный поставщик в области технологий.